Играя в политические игры, Украина завела Европу в энергетический тупик. Желание досадить России заставило президента Зеленского выдумать для Европы несуществующую угрозу энергетической безопасности со стороны России. При этом тема поставок российского газа касалась только Украины, но она втянула в этот вопрос США, которые стали оказывать давление на Европу. В результате некоторые страны Евросоюза, такие как Франция, Чехия, Румыния, стали отказываться от закупки российского газа, думая, что этим навредят России, но навредили только себе. Вовремя не заключив контракты, эти страны теперь наблюдали за тем, как цена на газ взлетела с 200 до 2000 долларов. Сейчас стало совершенно очевидно, что истерия, которую подняла Украина, не имеет ничего общего с реальностью. Но почему такими легковерными оказались руководители ряда стран Евросоюза? Почему они не заботятся о своей безопасности, о своем народе? Не зря говорится, что некоторые готовы ежа съесть, лишь бы насолить. Другим образом выглядит позиция Германии, которая здраво отнеслась к реализации проекта «Северный поток». Ведь когда он будет запущен, станет настоящей палочкой-выручалочкой для Европы. А цена действий со стороны таких стран, как Франция, Испания, Чехия, Румыния, Греция, очень высока. И выражается не только в сотнях миллионов евро, а в том, что некоторые европейские страны будут испытывать недостаток тепла. Вторая тема в сфере европейской энергетики – спекуляция на зеленые энергии, которой в Европе вырабатывается на самом деле мало, но говорится, что много. Идея перехода на безуглеродное топливо на настоящий момент технически не проработано. В Евросоюзе говорят о применении технологий, при которых выбросы в атмосферу минимальные. Но по всем показателям экология в Европе гораздо хуже, чем в России. Если обратиться к цифрам, то в среднем в странах Европы 13% электроэнергии вырабатывается за счет угля, а в Германии этот процент вдвое больше. Не говоря уже о таких странах, как Латвия, Литва, Эстония, Польша, Румыния. С зеленой энергетикой население было введено в заблуждение. Объем выработки очень маленький, но желаемое часто выдается за действительное. А политические игры становятся выше интересов народа. В частности, выше энергобезопасности. Все это приводит к еще большей нагрузке на экономику, к условиям кризиса, к необдуманным расходам и даже может привести к таким серьезным последствиям, что населению просто неоткуда будет брать газ. Если продолжать тянуть с документации по Северному потоку, Россия выполнила все обязательства и при этом старается вести себя доброжелательно, как по отношению к той же Украине, так и к другим странам Евросоюза.